Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим про то, почему важно оцифровывать свой бизнес и вести учет своей воронки, стратегии и вообще в целом вашей конверсии. Ну и также поговорим, конечно же, как влиять на эти показатели. Почему же так важно оцифровывать свой бизнес? Одна из самых частых ошибок, как у моих учеников, так в целом каждого абсолютно, думать, что авито-продажи на любом маркетплейсе это чистая рулетка. Но на самом деле это не так, особенно на вито. Это прямая закономерность ваших действий или недействий. И на это очень сильно можно влиять и очень круто можно прогнозировать свой доход, отталкиваясь от ваших вложений и также прогнозировать, какую сумму вам нужно уложить, чтобы столько-то заработать. Давайте вообще разберемся в этом. Меня зовут Стасинка Екатерина, я основатель оптовой компании, которая занимается оптом с Турции. Одежды, преимущественно это брендовые одежды. Также сейчас мы возим обычную одежду, женскую и также занимаемся продажами на Валберис. Вот поэтому подписывайтесь. У нас в канале очень много про маркетплейс. Также у нас есть очень крутое обучение. Есть телеграм-канал, где собрано просто с нуля до первых продаж и дальнейшего масштабирования. Полностью инструкция, которую вы можете изучить и очень успешно продавать на Авито. То есть там просто вот пошагово можно идти, не смотреть миллион видосиков на Ютубе, не вычленять что-то работающее. Мы там обновляем материал, вы можете прям актуальной информацией придерживаться и идти по этой стратегии. Более того, после этого мини-обучения вы также можете начать работу с нами по дропшиппингу. Стоимость телеграм-канала мы сделали буквально символической, поэтому пишите мне, в описании будет ссылка на мой телеграм-канал. Также есть небольшой подарок. Каждому, кто ставит под этим роликом любой комментарий, больше трех слов, можете просто писать лайфхаки, что понравилось, что не понравилось в ролике. В общем, пишите свое мнение, подписывайтесь на мой инстаграм, он также будет по ссылке в описании. И в директ пишите, что вы хотите разбор своего аккаунта на Авито и скидывайте мне его. Обязательно помечайте, что это на разбор. И я обязательно его разберу. Или вот в таком ролике, и вы еще и пропиаритесь, или вам в личку. Можете также указать, как бы вам больше хотелось бы, чтобы я это сделала. Вот я обязательно отвечу каждому. Давайте поговорим сначала, что такое в целом воронка, особенно воронка в маркетплейсах, в Авито. Воронка выглядит, ну, примерно, как вы себе ее представляете, так она и выглядит. В целом, это количество людей, которые заходят на старте максимально, и минимальное количество, которые выходят. Но наша задача, чтобы воронка из очень узкой в конце и очень широкой наверху стала вот таким конусом. Вот столько людей, сколько в нее заходит, столько и выходило на выходе. Масло масляное, но тем не менее, я думаю, вы меня прекрасно поняли, что нам нужно максимально увеличивать показатель доходимости у людей с момента, когда они попадают в вашу воронку, до момента покупки. Причем воронка, она начинается не когда человек видит ваше объявление и попадает на него. Воронка начинается с того момента, когда человек вообще не знает совершенно про вас, и в целом ему просто зародилась вот эта самая мысль что-либо купить, или даже не зародилась, ну, в целом целевой клиент ваш. И в воронке классической есть такое понимание к конверсиям, то есть это переход с одного этапа на другой в этой воронке. Классически конверсия обозначается в процентах, то есть это показатель, который показывает нам, какая часть клиентов переходит у нас на следующий этап. С ее помощью мы понимаем, сколько нам нужно вложить в этот месяц, чтобы заработать вот такую-то сумму денег. И также с ее помощью мы понимаем стоимость лида и, как следствие, нашу эффективность. В воронке продаж конкретно Авито верхнюю ступеньку занимает, это, конечно же, просмотры. Есть более объемная воронка продаж, это, как я уже говорила, когда о вас не знает совершенно ничего клиент, и когда сделка уже совершена, и также очень многие ее продлевают до момента, когда человек повторно к вам возвращается. И тут также можно считать конверсию. Но сегодня мы разберем такую мини-воронку, которая начинается с просмотров ваших объявлений. Дальше идут звонки и сообщения, встречи или переписка с клиентом. Далее это задатки договоренности или уже отправка товара. Ну и, конечно, сама сделка. Пишите, если будет интересно, разберем уже больно полноценную, полностью воронку. Здесь мы, если будем все детально оцифровывать, то есть мы будем каждый показатель прописывать, какие у нас цифры. Даже можете не считать в процентах, если вам это сложно. А банально просто писать цифру и из месяца в месяц прослеживать, какой у вас это показатель. При этом отслеживать, какую сумму денег вы вложили в рекламу. Вы очень можете наглядно сложить представление, где на каком этапе у вас что-то хорошо идет или что-то не очень хорошо идет. И где что вам нужно докрутить и добавить. Сразу скажу, что нет какого-то единого представления, какие цифры где должны быть, на каком объявлении, сколько должно быть просмотров и так далее. Все очень сильно зависит от вашей ниши, от вашего товара, от сезонности, также зависит от города и других показателей. То есть тут я вам даже не могу сказать, сколько должно быть просмотров и какая должна быть конверсия, чтобы она была идеальной. То есть такого нет представления. Но вы можете сами ответить на этот вопрос, отталкиваясь от показателя, сколько вы вложили денег и сколько вы в результате заработали. И честно ответить себе на вопрос, как бы устраивает ли вас эта конверсия или нет. Ну конечно же в любом товаре есть все равно свое понимание конверсии. То есть где этот показатель окей, где он не окей. Тоже опять же можно видео отдельно сделать и уже пройтись по конкретным примерам товара, там или услуг, или там квартирам. То есть например, если это высокочековый продукт, то там конечно конверсия будет более большая, но и маржинальность будет тоже высокая. Если же это низкий какой-то чековый продукт, то там конверсия будет больше, но при этом вы заработаете меньше. Все равно здесь смотрите, чтобы количество вложенных денег и усилий было пропорционально тому, что вы заработаете. Потому что иначе смысла заниматься просто этим нет, если вы вкладываете даже энергетически, материально просто больше, чем вы на выходе имеете. Поэтому главное, вы просто внутри отвечаете на себя вопрос, вы довольны или нет. И далее уже смотрите, хотите ли вы менять эту нишу, или возможно у вас просто реально на каком-то этапе что-либо не окей и лучше докрутить. Давайте пройдемся. То есть по первому показателю это количество просмотров. То есть тут у вас опять же может из месяца месяца быть разное количество просмотров. Если оно у вас уменьшается или оно у вас не устраивает, то, конечно же, тут вкладывайтесь больше в рекламу, тут рекламируйтесь. И тут увеличивайте ваш CTR, конечно же. Потому что ваша первая фотография может банально влиять на увеличение просмотров. Делайте какие-то заголовки кричащие, которые будут цеплять людей, переходите в объявление и просматривайте его больше. И здесь, конечно же, прописывайте ваш бюджет, который вы вложили, и соотносите с количеством просмотров, которое это внесло. Потому что часто бывает такое, что бюджет внесли больше, а просмотров больше не стало. И здесь можете сделать вывод для себя, что вам нужно что-то изменить в рекламе, или просто пробовать более меньше бюджета вкладывать, но на большее количество иксов. И здесь можете поэкспериментировать, посмотреть опять, как это скажется на вашей конверсии. И задача просто оптимизировать, чтобы вы как можно меньше вкладывали в рекламу, и при этом было как можно больше просмотров. Ну и поэкспериментировать с заголовками, с первой фотографией. То есть прям берите, делайте АБЦ-тесты и смотрите, сколько вам это приносит денег. То есть, допустим, у вас такая-то фотография, такое-то первое описание, вот у вас такое-то количество просмотров. Потом делайте еще, смотрите, сколько это принесло. Потом добавляйте рекламу, смотрите, сколько это принесло. экспериментируйте, комбинируйте, и всё будет вам счастье, как говорится. Но самое главное это всё отслеживать, иначе по-другому вы интуитивно никак не поймёте. Ну, конечно же, смотрите по сезонности ниш, потому что банально может быть всё хорошо, но при этом из месяца в месяц может меняться этот показатель. Можете просто делать одновременно несколько объявлений и смотреть конкретно за период месяца какое объявление больше вам принесло результативности, да, сколько больше просмотров принесло. Смотрите, идёт бюджет, количество просмотров, которые принесли, исходя из этого бюджета, сколько у вас один просмотр принёс вам денег, если вы на оплате за просмотры. И сюда же вы относите и рекламу, да, но лучше, конечно, эти показатели как-то отдельно вести, и при этом считать и общую тоже сумму, которую вы вложили на объявление. Ну, и также тут там Excel-объявления и, соответственно, другие также. Далее вы смотрите, сколько у вас просмотров, и затем вы уже заотносите, сколько вам принесло это контактов. То есть, возможно, люди звонили, возможно, вам просто писали люди. Конечно, вручную, если вы на оплате за размещение, сделать это очень сложно. То есть, представьте, вы каждого абсолютно заносите там куда-нибудь свой блокнотик. Но если вы на оплате за просмотры, то в самом Авито есть очень-очень сильно удобнейшая аналитика, которой вы можете придерживаться. Знаю, что для Авито есть также отдельные какие-то сервисы, аналитики, но, честно, тут не могу вам даже что-либо посоветовать, вот, потому что они, как правило, во-первых, платные, во-вторых, там не всегда точные данные, поскольку Авито сам не очень любит делиться этой информацией, поскольку ему все-таки нужно продать вот оплату за просмотры, чтобы люди переходили на него и, ну, как следствие, зарабатывать самому. Там есть аналитика, и он продает эту аналитику через оплату за просмотры. Далее это количество встреч. То есть здесь я отнесу и просто договоренности, да, что вот вы отправите тогда-то, тогда-то, потому что человек может на этом этапе просто передумать. Также тут отнесу, когда вы уже отправили, потому что человек уже, когда получит товар, он также может от него отказаться. Ну и также, если вы уже, там, допустим, человек приехал до вас, посмотрел, там, одежду или что-либо, и отказался. Ну, в услугах там будут конкретно свои какие-то моменты. То есть тут каждый ниш будет, опять же, своё, то есть если это в недвижимости, там, возможно, будет больше каких-то касаний, то есть будет первая, вторая, там, встреча. Сделайте примерно для себя какие-то вот такие основные этапы, которые будут удобнее для вас, да, отслеживать. И тоже вот это вот всё считайте, потому что человек может на разном абсолютном этапе слиться. Ну и далее это там сделки, это уже когда человек у вас купил, то есть стал вашим клиентом. И как вообще понять, на каком этапе у вас что происходит не так? Или наоборот так? Если вы, допустим, вложили одинаковое количество бюджета, но в этом месяце или на этом объявлении вам принесло это больше просмотров, значит, это банально эффективнее. Если дальше уже на этапе, когда человек вам написал, вы собрали контакт его, но ваша конверсия здесь не очень, то есть очень большое количество людей просто не доходит до момента уже следующей этапа, то есть тут у вас процентовка хромая, то есть дальше уже на заказ человек не идёт, или это маленький очень процент, то значит у вас просто банальная проблема в общении. То есть изучите продажи, изучите этот вопрос, как закрывать человека, как закрывать его возражения. То есть казалось бы, авито, но на самом деле это, как и любой другой бизнес, требует навык в продажах, то есть и по телефону, и в переписке также. Самому вести клиента, то есть давать ему встречные какие-то вопросы, направлять его. Даже человек может сам не додуматься это спросить, но если вы у него спросите что-либо, там какой вам размер нужен, там какого вы бы хотели, там материала, где бы вы, в каком районе хотели бы квартиру, то это поможет всё ускорить сделку, и человеку всегда проще, когда его вот просто спрашивают, ведут, ему не нужно думать, ему не нужно придумывать эти вопросы, поэтому можете прописать себе какие-то скрипты, мы, например, их даём на обучение, ну что касается товарки, конечно же. Пример. Возможно, вам человек говорит, что это дорого, там да, я подумаю и так далее. Возможно, вам люди говорят, что я подумаю, я вам завтра напишу, и вы никак не закрываете это возражение. Возможно, вам говорят, что это дорого и так далее, и вы тоже никак на это не реагируете. Это большая ошибка, и просто банально ответы на вот такие вот вопросы ускорят ваши сделки. Можете посмотреть, что пишут, допустим, у ваших конкурентов, какие отзывы, какие у них там негативные, да, отзывы, если у вас похожий продукт, и просто заблаговременно в переписке закрывать возражения на это, допустим, что материал такой-то, такой-то, даже если у вас человек это не спрашивает. И это просто банально улучшит вашу конверсию перехода в покупку. Закройте вопрос доставки, то есть пропишите где-нибудь себе, как работает вид доставки, потому что, опять же, не все ее пользовались, и увеличите тем самым конверсию. Или наоборот, если у вас оффлайн-сделка, то пропишите про, допустим, то, что там она бесплатна и так далее. То есть как-то поощрите переход на следующий этап воронки. Вот, допустим, вы все отлично проработали, все у вас отлично, продажи продаются. Далее у вас на моменте уже покупки очень много людей отказывается. Но тут, конечно же, посмотрите на сам продукт, почему от него отказываются, почему так много возвратов. И, конечно же, очень часто еще бывает такое, что отказываются на моменте оформления. То есть тут может там само Авито поднять цену на доставку в моменте. Предложите какие-то альтернативы. То есть мы, допустим, альтернативой предлагаем отправить через Валбрис. Если мы при этом, у нас этот же товар есть на Валбрис, но там просто по доставке ему дешевле. Я рекомендую на старте все-таки сделать несколько тестов, посмотреть результативность каждого объявления, посмотреть, которое вам приносит больше клиентов. Конечно, подправить вот эти все моменты со скриптами и так далее. Сделать примерно вот хотя бы несколько таких вариантов, которые у вас наиболее работающие. И на них уже запускать рекламу и на них уже делать масс-постинг. Ну и, конечно же, все равно экспериментировать. Закономерно возникает вопрос, если же вообще не идет товар. Вот вы понимаете, что вы вкладываете деньги у вас вроде бы, вы там протестировали. Но вот все равно, как будто бы вы вкладываете больше, а товар денег не приносит. Опять же, посмотрите на маржинальность. Во-первых, возможно, вы делаете слишком низкую наценку. Это очень частая ошибка на авито, потому что люди очень сильно демпингуют цены и пытаются выделиться не качеством товара, не качеством фотографий, не качеством сервиса, а пытаются выделиться банально ценой. И это самое низкое, что можно сделать на самом деле. Но такое есть, к сожалению, на всех marketplace, потому что просто люди не знают, на чем можно еще контролировать, конкурировать. Вот и просто демпингом цен двигаются. Вбейте название своего товара в поиск. Вот как будто бы вы пытаетесь найти и купить свой товар. И посмотрите, много ли объявлений выдается по этому запросу. То есть, возможно, вы попали не в ту категорию, просто банально. Если же вы вбили поиск и вас просто невозможно найти, то тогда меняем название, меняем описание, вот пересоздаем объявление и выкладываем заново. Также смотрим в целом на конкурентов. Есть ли они, возможно, там много монополистов, и вы просто теряетесь на их фоне. И может такое быть, что у вас слишком высокая цена на фоне других людей. Но опять же, в этом случае у вас будут просмотры, но просто люди будут уходить к другим, будут просмотры, но будет слабая конвертанция в общение, в клиенты, в контакты. Можно сделать закономерный вывод, что, скорее всего, ваша вещь просто не актуальна. Также посмотрите на первую фотографию, возможно, она отталкивающая, там ничего не видно, вот, или непонятно в целом, что за товар. Как понять, что ваш товар не актуален? Вбейте, опять же, посмотрите, есть ли новые предложения от конкурентов вообще, есть ли что-либо в выдаче, или там вообще совершенно ничего нет, или нет новых предложений. И если нет новых предложений, очень часто, не всегда, но это значит, что этот товар просто не актуален. На что важно обратить внимание? Первое, что еще продают конкуренты? То есть, возможно, они вместе со своим товаром, который вы продаете, вы продают что-то еще, и это им приносит очень много дополнительной прибыли. И стоит посмотреть, не пора ли расшириться, да, и закупить еще какой-то товар, или также выделиться каким-то еще товаром, то есть, они просто что-либо продают, обселят. Второе, это посмотрите, какие используют инструменты продвижения конкуренты, какие они усиление видимости делают. То есть, например, брендирование страницы, или реклама. Если реклама, то какая? Третье, посмотрите, какие отзывы пишут конкуренты. В них вы найдете сильные и слабые стороны других компаний. Кто-то, например, не вовремя отправляет заказ, у кого-то этот товар слишком там бракованный, и так далее, часто не работает. Также на этом можно обратить внимание, то есть, по каким возвратам могут делать у вас ваш товар или вашу услугу, и сделать на это акцент при продаже. Базово про воронку это все. Пишите, как вам было интересно, и напоминаю про уникальное предложение, про разбору вашего авито-аккаунта за подписку и за комментарий. Вот поэтому обязательно оставляйте свои комментарии, обязательно подписывайтесь, потому что это очень-очень сильно помогает развивать канал, это очень сильно помогает выделять свободное время на запись видео, на запись материала и монтаж, поскольку это все очень большой труд и очень много времени занимает. Поэтому всем успехов, удачи на площадке, до встречи!